Здравствуйте! В смысле, не болейте, потому что что за удовольствие обладать магнитолами, когда у вас здоровья нет и весь мир черно-белый. Ну и, в смысле, приветствую вас, любители электроники старой 80-х годов. Сегодня хочу рассказать о магнитоле National RX 5135. Я задумывался, потому что есть ее практически полный аналог, модель 4960, отличается от нее в первую очередь цветом. Она такая черная, и все элементы у нее черные, и ручки черные, то есть как бы в черной-причерной комнате стояла черный-причерный стол, и там еще черный-причерный рот. Короче говоря, она никаких позитивных эмоций не вызывает, и я помню, как она стояла на барахолке, там, месяц, по-моему, или даже больше, и никто на нее не посягал, и цена была очень гуманная. Тем не менее, никаких чувств она у народа не побуждала, ну, разве что как репродуктор куда-то поставить ее на кухне. Ну, это тоже, скажем так, вариант, я бы назвал бы кухонный, потому что, я не знаю, куда отнести ее к батончикам, она для батончиков высоковато, вот, видите, размер у нее такой довольно большой. К полноценным магнитолам тоже нет, а для них она низковата, ну, такой вот переросток батончиков, скажем так, вот. Но, тем не менее, она неплоха. Она, конечно, обладает малыми функциями, то есть, здесь только тюнер есть и кассетный магнитофон, никаких входов, ничего там другого нет. Но, тем не менее, вот в этих двух ипостасях она играет вполне нормально. Тюнер тут четырехдиапазонный, почему я, собственно, взял эту магнитолу сегодня? Потому что там мне понадобилось что-то там на коротких волнах, и я обратил внимание, что не включаются короткие волны и средние волны. То есть, окислился полностью переключатель, вот есть переключатель FM, двое коротких, средние волны. Ну, эта болезнь лечится очень легко. Я взял ВТ-шку, ну, или аналог ВТ-шки у меня тут стоит, попрыскал туда, и, собственно говоря, через 2-3 минуты пощелкал. Ну, и все, работоспособность восстановилась, функциональность ее. Ну, давайте я скажу, что тут есть сверху. Я, собственно, и камеры специально поставил сверху. Ну, раз магнитола такая двухсторонняя, скажем, то желательно показать и то, что находится наверху. Может, тут вся и красота находится. Ручки хромированные, здесь одна общая ручка тембра, бас-требу по центру стоит на нулевое положение. Баланс, громкость, собственно говоря, кассетная дека, 6 кнопок. Кнопка записи, она, видите, вот она, кнопка Play мы нажимаем, она уходит вниз, а кнопка записи остается. Если там стоит кассета с выломанным окошечком, она не включится. Это кнопка оранжевая. Кнопка настройки тюнера, переключатель, радио и магнитофон, как я уже говорил, 4-х диапазонный тюнер переключения и моностерео. Больше тут ничего нет. Спереди, как видите, еще более просто все динамики, никаких высокочастотников нет. Хотя я вот смотрел схему только что, 4960, там на схеме у них там вроде бы есть керамические твиттеры, то есть пьезодинамики высокочастотные. Здесь этого нет. Это микрофонные входы, ну не входы, в смысле сами микрофоны стоят. Кассетница, вот она без демпфера. Один светодиод, моностерео. И вертикальная шкала настройки тюнера. Шкала тут интересная. Здесь червяк стоит, никаких там ниточек нету, ни полосочек зубчатых, которые постоянно ломаются. Грили, грили, на мой взгляд, очень даже такие неплохие. Сейчас даже ближе вам поднесу, посмотрите, в старом стиле сделанные. Что хорошо, за грилями стоит мелкая-мелкая-мелкая сеточка, типа, как вы знаете, женские чулки. Это здорово спасает динамики от всякой пыли. Ну и, собственно говоря, больше тут ничего. Ну давайте я включу, сейчас громкость, наверное, приглушу. Чтоб меня там не забанили, а сейчас я... Ютуб здорово сечет. Даже когда ты записываешь ролик, еще и не выкладываешь, они пишут, что авторские права принадлежат такой-то фирме. Запрещаем во всех регионах этот ролик. Поэтому... Поэтому... Как видите, 12-сантиметровые динамики полностью отрабатывают свое предназначение. Звук довольно хороший, я не знаю. Тут у меня есть и читатели, и смотрители моего канала, которые говорят, там низких не хватает, высоких. Ребята, это магнитола. Магнитола не очень высококласса. Я вообще, честно говоря, всерьез магнитолу не воспринимаю. Я любитель стационарной техники, там усилитель, декокассетная, как полагается. А это уже такой вариант облегченный. Поэтому, ну не надо судить по гамбургскому счету такие аппараты. Ну давайте я покажу, что там сзади. Справа тут только есть наушник, разъемный наушник, сетевая вилка, вход. Здесь никаких ни входов, ни выходов нету, ничего. Вот тут есть одно отверстие и стрелочка. Если мы засунем сюда плоскую отверточку, мы точно попадаем на шкив двигателя, и мы можем прокручивать шкив двигателя. Вот если мы будем крутить в направлении правильном, то есть в рабочем направлении. Такая вещь на панасониках бывает часто, но она больше характерна для аппаратов, у которых там soft-touch. Если там заклинило дека, вы можете прокрутить ее в принудительном порядке, и она там откроется. Для чего здесь это сделано, я не знаю. А, я забыл еще одну, одну маленькую колесину, она какая-то темненькая, такое, от него и не видно. Это fine-tuning для коротких волн, точная настройка. Ну, давайте я вам сейчас, я тут заранее винтики открутил, я хочу показать внутренности ее. Сейчас я сниму ручечки. Так довольно туго снимается. А ручку настройки не надо, она на червяке находится. А, я же забыл вам кассетную деку включить, да? Ну ладно, сейчас на секундочку туда скажете, что не работает. Ну, с чувством выполнен надолго. Я теперь снимаю эту ручку и открываю ее. Так, она открывается следующим образом. Нежных прошу не смотреть. Сейчас сниму разъем в наушниках, то есть динамику. Вот как выглядит она внутри. Вот этот разъем на динамике. Вот, обратите внимание, червяк. Червячная передача на стрелку. А здесь стоит такое большое колесо с косыми зубьями. Колесо верниера. Мы когда крутим, червяк крутится и колесико прокручивается. Что тут еще интересного есть? Магнитная головка, постоянный магнит. Ну, аппарат не очень высокого класса, поэтому так сделали. Не электроподмагничивание, а просто постоянный магнит. Что тут? Мотор. Мотор, мотор у нас 18 июля 1984 года. На моторах стоит дата производства. Ну, можно косвенно судить, когда сделано магнитол. Не позже, чем 1985 год. Трансформатор не очень большой. Ну, собственно говоря, тут особо-то и смотреть нечего. Микросхема усилительная фирмы NEC 1277. С радиатором, я думаю, она хорошую мощность развивала, но она стоит без радиатора. Для этих динамиков, в принципе, достаточно. Я сравнивал со схемой 4960. Не совсем все совпадает. Там визуально они похожи. Но некоторые особенности есть. Поэтому мне надо было там какую-то ерунду. Вот сюда я запрыскивал WD-40 на этот переключатель. После этого он стал отлично работать. Автостоп. Здесь качалка. Не нажимного типа. Выключается. Ну, сейчас я даже вам покажу. Сейчас включим. Вот если я притормаживаю приемный кассетник, он сразу выключается. Перемотка одна. Перемотка другая. Ну, пауза. Очень все простенько. Уже пластмассовая протяжка. Уже не металлическая. Но, тем не менее, для такого класса аппарат вполне нормальный аппарат. Сейчас я его соберу. Ну, я не знаю. Получили вы какую-то дополнительную интересную информацию о магнитолах фирмы Panasonic. Ну, вот характерный аппарат для, скажем, ниже среднего уровня класса магнитол. Спасибо за внимание. Буду стараться вам давать какую-то другую информацию. До свидания. Продолжение следует...